Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается следующего. Автор Анастасия познакомилась с своей подругой 3 года назад. Анастасия 22, подруга старше ее на 10 лет. У нее двое детей. Общение и дружба начались, несмотря на разницу в возрасте. Но подруга постоянно обижалась на автор вопроса. Обижалась, из-за чего автор вопроса чувствовала себя виноватой все время. А подруга, даже если она по словам Анастасии была виновата, то не извинялась. Автор вопроса извинял. Со временем добавилась критика в ее адрес. И, соответственно, после ряда эпизодов общение практически сошло на нет. Вот. В разговоре подруга сказала, что, значит, любила ее, да, вот. Но и относилась ко мне всей душой, и что, больше меня не потревожит. Вот. Значит, потом она начала... Анастасия пишет, что подруга начала расспрашивать, что будем ли с ней общаться. Я была очень разочарована и ответила, что в данный момент мне не хочется. Значит, Анастасия испытывает чувство вины и спрашивает, плохой ли она человек, стоило спасти эти отношения. Вот. Раньше я пыталась ей сказать, что меня что-то обижает, но получалось ненятное. И, честно говоря, я до последнего думала, что у нее такой характер, и нужно ли это все принимать как есть, вот ничего не говорила. Мне осталось бороться за отношения и самой проявлять инициативу. Смотрите. То, что вы спрашиваете нас о том, плохой ли вы человек, говорит о том, что вы не уверены в себя. То, что вы чувствуете вину, говорит о том, что когда вы злитесь, когда что-то вам не нравится, что, в принципе, является, ну, вполне такой адекватной, нормальной историей. Вот. Вы это подавляете и, значит, направляете как бы внутрь себя, да? То есть вы злитесь, вы злитесь, вы запрещаете себе злиться на человека, например. Вы никак не выражаете то, что вам вот что-то, например, не нравится. То, что вам что-то, например, не по душе, вы никак это не выражаете. А вот вы никак это не проявляете и, соответственно, это, значит, выливается в чувство вины. Ну, а ни во что, ни во что другое, вылиться это само собой и не может. Потому что когда вот что-то подавляет, да, то так или иначе, значит, к этому шаг приходит. Поэтому вам необходимо учиться замечать свои чувства, учиться замечать свои эмоции, учиться выражать их. Вот. И, ну, более, более лучше, да, более продуктивнее, что ли, с ними обращаться. Вот. Чем вы это делаете, например, сейчас? Сейчас вы не делаете этого, пожалуй, вообще. Вот. Это, конечно, очень, ну, очень бросается в глаза, это, конечно, очень сильно чувствуется, это сильно достаточно ощущается, вот. И, в целом, есть ощущение, что, ну, много, очень многое вы в себе зажимаете сейчас. Вот. Дальше, значит, обида, которую демонстрировала вам подруга. К сожалению, это то, что можно назвать манипуляцией, к сожалению, это то, что можно назвать манипулятивным поведением, вот. С ее, ну, с ее стороны, при том, что это совершенно не означает того факта, что ваша подруга плохая, просто она вот действительно такой человек. И правда в том, что, похоже, вы, ну, не можете принять ее. То есть я понимаю, что вам бы этого хотелось, я понимаю, что вы хотели бы ее принять, но вот. Похоже, не получается у вас это сделать. То есть вам, ну, для вас неприемлемы некоторые из ее действия, некоторые ее поступки, некоторые из ее решений. Вот. Например, то, что, допустим, она должна... То есть вы должны, ну, условно говоря, там, быть, не знаю, все время, например, с ней, да, или то, что вы должны, там, все время перед ней отсчитываться, или то, что вы не должны шить своей жизнью. То есть, грубо говоря, человек нарушает ваши границы систематически, поскольку вы не привыкли свои границы защищать, вот. И вы их не чувствуете, то вот возникает такая история. Вот. Возникает такая неприятная, я бы сказал, ситуация для вас. Это корректируется, то есть я думаю, что, ну, вот тот факт, что на данный момент вы со своей подругой больше не общаетесь, это скорее хорошо. Это скорее хорошо, потому что у вас есть шанс, несколько, вот, поработав над собой, да, несколько, ну, изучив себя, может быть, может быть, да, несколько подкорректировав свое отношение к себе, вы сможете в этом смысле, допустим, ну, вернуться в общение с ней, да, и уже вести себя несколько, несколько более продуктивно, да, то есть, вот, то есть, ну, более защищая себя, свой интерес и так далее. Вот. Другой вопрос, захочет ли подруга с вами общаться, вот, в таком ключе, да, захочет ли она общаться с вами, когда вы будете, там, условно говоря, на страже своих, своих интересов и так далее. Это вопрос. Скорее всего, она, ну, она может не захотеть, она может, эээ, решить, что вот такое общение ее, как раз, не устраивает. Ну, вот, но это очень детали, что это то, что вам нужно, на мой взгляд, эээ, как бы увидеть, да, это то, что, на мой взгляд, ну, с чем, на мой взгляд, вам нужно, ээээ, скажем так, ээээ, соприкос... ну, соприкоснуться, вот. То есть, пока это все, вот, больше догадки. Вот. И правда это или нет, да, не ясно. Вот. Ну, собственно, и не будет ясно, пока вы не начнете, как-то, вот, ээээ, значит, ээээ, ну, с ней, эээээ, взаимодействовать. Вот. Ну, и для этого, повторюсь, вам нужно подготовиться, то есть, для этого вам нужно именно, вот, ээээ, приготовиться, для этого вам нужно, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Себе, уверенность в своих собственных силах, уверенность в том, что вы делаете, в том, как вы делаете, в том, чего вы хотите и так далее. Вот это все вам необходимо, на мой взгляд, по крайней мере, сделать. Вот, вот. И вот, когда это все будет, я думаю, что вы поймете, можно ли эти отношения как-то вот, ну, спасти. Вообще, я против идеи спасать какие-либо отношения, мне кажется, что и она, да и вы тоже вышли из отношений не просто так. Потому что ей было некомфортно, и вам было некомфортно. Вот, здесь очень важный момент, да, что при такой разнице в возрасте, которую вы описываете, сложно выстраивать отношения на рангах. Вот, это я бы сказал, ну, наверное, даже практически невозможно. И здесь у меня вопрос, что изначально вас связывало, что изначально вас объединяло, вот. Если вы сможете увидеть, если вы сможете понять, что вас, ну, что вас объединяло, что вас связывало и так далее, то, на мой взгляд, опять же, появится неплохой такой шанс, либо как-то вот, ну, либо другого человека встретить. Вот, чтобы уже, как бы, ну, с ним взаимодействовать, да, чтобы с ним какие-то отношения выстраивать. Вот, либо вы сможете, опять же, подкорректировать общение с подругой вот этой. Вот, но повторюсь, здесь много убирается именно в том, что она, она, сама она может не захотеть. Вот, мама просто не захотеть с вами общаться на каком-то вот таком, ну, новом, на другом уровне. Вот. Какая-то такая история. То есть чувство вины и ваша, и мысли о том, что вы плохая, страх, страх, одиночество, возможно, вот, в какой-то степени ощущение покинет все то, что с чем нужно работать. Вот. Я могу только предположить в данном случае, что речь идет о вашем таком вот доминирующем внутреннем родителе, которые вас критикуют, которые вас обвиняют, да, то есть, которые блокируют некоторые ваши импульсы, вот, некоторые ваши чувства. В следствии чего вам некомфортно со своими родителями, вот. Опять же, не просто так вы познакомились с этой женщиной. Вот. И вам нужно увидеть, чем значимость ее для себя. Вот. То есть, что вот я, как бы, в ней увидела для себя. Вот. Понимаете, да? Такая вот история. А на этом все. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.